Здравствуйте! Тема нашего урока – прямолинейное равнопеременное движение, ускорение. Сегодня на уроке вы изучите равнопеременное движение, ознакомитесь с кинематическими характеристиками мгновенная скорость ускорения. Научитесь находить ускорение и перемещение из графика зависимости скорости от времени при равнопеременном движении. Из курса физики 7 класса вы знакомы с равномерным прямолинейным движением, когда скорость тела оставалась неизменной и по модулю, и по направлению. Но в жизни чаще распространены движения, когда скорость меняется либо по модулю, либо по направлению, либо одновременно и по модулю, и по направлению. Например, скорость, скользящая по льду шайбы, уменьшается с течением времени до полной ее остановки. Если камень выпадет из рук, то при падении камня его скорость нарастает. Если бросить мяч под углом горизонту, то его скорость в каждой точке траектории меняется и по модулю, и по направлению. Изменение скорости тела может происходить очень быстро. Например, движение пули в канале ствола при выстреле из винтовки. И медленно, например, движение поезда, когда он отправляется от вокзала. Конечно, во всех перечисленных случаях мы можем найти среднюю скорость. Однако средняя скорость не играет практически существенной роли. Например, при посадке космического аппарата на Луну или при стыковке космических кораблей нужно знать скорость каждое мгновение. В каждой точке сложные криволинейные траектории, так называемую мгновенную скорость. Мгновенной скоростью называется пределы отношения перемещения к промежутку времени, в течение которого это перемещение произошло, при условии, если интервал времени стремится к нулю. Отличие мгновенной скорости от средней заключается в том, что мгновенная скорость – это скорость каждой конкретной точки траектории. А средняя скорость характеризует движение тела за весь промежуток времени. Ускорение – важнейшая физическая величина. Наш мир таков, что действия одних тел на другие определяют не скорости, а быстрота изменения скоростей, то есть ускорение. Но об этом вы будете говорить при изучении динамики. А сейчас давайте дадим точное определение ускорения. Ускорение – векторная величина, равная изменению отношения изменения скорости к промежутку времени, в течение которого это изменение произошло. Таким образом, ускорение – это быстрота изменения скорости. Формула ускорения – дельта В, делённая на дельта Т. Из этой формулы следует, что единица измерения ускорения – метр в секунду, делённая на секунду. Но эта запись громоздкая, мы её упростим. И получается, что в международной системе единица измерения ускорения является отношение одного метра на секунду в квадрате. В зависимости от ускорения от времени можно показать графически, так как график показывает наглядно эту связь. Так как ускорение – постоянная величина, то графиком будет монотонная функция. Если проекция ускорения положительная, то график ускорения располагается выше оси времени. Если проекция ускорения отрицательная, то находится ниже оси времени. Если из формулы ускорения выразить скорость, мы получим формулу для вычисления мгновенной скорости. Для того, чтобы определить скорость, в любой момент времени нужно знать начальную скорость и ускорение. При переходе от вектора к проекциям мы получим два случая. Если ускорение совпадает с выбранной осью, проекция ускорения будет положительная, в противном случае – отрицательная. Изучая различные виды движения, можно выделить один сравнительно простой и самый распространённый – это движение с постоянным ускорением. Впервые такое движение изучал Галилео Галилей. Итак, познакомимся. Прямолинейное равнопеременное движение. Это движение, при котором направление векторов скорости и ускорения вдоль одной прямой. И значение ускорения не меняется. Прямолинейное равнопеременное движение имеет два частных случая. Равноускоренное. Равноускоренное движение – это движение, при котором скорость за равные промежутки времени увеличивается на одну и ту же величину. Например, это когда вы скатываетесь с горки на санях. Схематично это можно изобразить следующим образом. Ось Х направим вниз. Начальная скорость и ускорение совпадают по направлению. Проекция ускорения положительная. Следовательно, скорость увеличивается. Второй случай – равнозамедленное движение. Равнозамедленное движение – это движение, при котором скорость за равные промежутки времени уменьшается на одну и ту же величину. Примером может быть случай, когда вы бросаете мяч вверх вдоль по наклонной плоскости. Схематично это можно изобразить вот так. Ось Х направим вверх. Направление начальной скорости и ускорения противоположное. Проекция ускорения отрицательная. И при этом скорость уменьшается. Можно изобразить зависимость скорости от времени графически. Это будет выглядеть следующим образом. Для равноускоренного движения это будет возрастающая функция. Для равнозамедленного движения это будет убывающая функция. Если скорость не меняет своего направления, то путь равен модулю перемещения. Формула слева. С равно в нулевое Т плюс АТ в квадрате пополам. Если же скорость меняет свое направление, то путь вычисляется сложнее. Для этого нужно сложить модуль перемещения до момента изменения скорости и найти модуль перемещения после изменения скорости. Если же скорость меняет свое направление, то путь вычисляется сложнее. В этом случае он складывается из модуля перемещения до момента изменения направления скорости и модуля перемещения после этого момента. Например, если вы бросили мяч вертикально вверх, то он, достигнув максимальной высоты, начнет падать. Чтобы найти путь мяча, нужно найти перемещение, которое он совершил до максимальной высоты, потом найти перемещение, когда он падал, и эти два перемещения сложить. Перемещение вы всегда можете вычислить по данной формуле, однако существует более легкий способ нахождения перемещения. Так, для этого достаточно вычислить площадь фигуры, находящейся под графиком зависимости скорости. В данном случае эта фигура трапеция, но может быть треугольник, если начальная скорость равна нулю. Модуль перемещения численно равен площади фигуры, находящейся под графиком зависимости скорости от времени. Давайте обобщим формулы для равнопеременного движения. Формулы даны в проекциях, так как при решении задач вам надо переходить от вектора в проекцию. Только тогда вы получите числа, необходимые для расчета. Итак, первая формула. Формула ускорения. Ах равно Вх минус В нулевое х, деленное на Т. Вторая формула для вычисления скорости. Пх равно В нулевое х плюс Ахт. Третья формула для перемещения. Сх равно В нулевое хт плюс Ахт в квадрате, деленное на 2. Четвертая формула для перемещения. Сх равно Вх в квадрате минус В нулевое х в квадрате, деленное на 2 Ах. Этой формулой удобно пользоваться, если вам неизвестно время движения. И часто эта формула используется для вычисления тормозного пути. Так как конечная скорость равна нулю, и для определения пути достаточно начальной скорости и ускорения. А сейчас перейдем к практической части нашего урока, порешаем задачи и закрепим изученную тему. Задача первая. По графику зависимости проекции скорости от времени, представленному на рисунке, определите ускорение прямолинейно движущегося тела в момент времени 3 секунды. Запишите уравнение скорости и перемещение. Давайте вначале проанализируем график. Так как график начинается с точки 12, значит начальная скорость равна 12 метров в секунду. За 3 секунды тело достигает скорости 36 метров в секунду. Следовательно, конечная скорость равна 36 метров в секунду. Запишем данное. В нулевое х равно 12 метров в секунду, в х равно 36 метров в секунду, т равно 3 секунды. Найти проекцию ускорения, записать формулы в х от т, с х от т. Решение. Запишем необходимые формулы, подставим, вычислим. Ускорение получается 8 метров, деленное на секунду в квадрате. Так как ускорение положительное, то скорость увеличивается, что и было видно по графику. Запишем формулу скорости. Вместо в нулевого подставим 12, так как это начальная скорость. Вместо ускорения подставляем 8. И получается в х равно 12 плюс 8т. Для того, чтобы записать уравнение перемещения, тоже проделаем эти же операции. Вместо в нулевое х подставляем 12, вместо а подставляем 8. Уравнение перемещения с х равно 12т плюс 4т в квадрате. Запишем ответ. Ах равно 8 метров, деленное на секунду в квадрате. Вх равно 12 плюс 8т. Сх равно 12т плюс 4т в квадрате. Задача вторая. На рисунке представлен график зависимости скорости автомобиля от времени. Найдите путь, пройденный автомобилем за 5 секунд. Давайте проанализируем график. Так как график начинается с нуля, то начальная скорость равна нулю. За одну секунду тело достигает скорости 10 метров в секунду. От 1 до 3 секунд скорость тела постоянная, то есть тело движется равномерно. От 3 до 5 секунд скорость убывает. В данном случае эту задачу оптимально будет решить графически, через площадь фигуры, под графиком зависимости скорости от времени. Так как фигурой является трапецией, давайте вспомним площадь трапеции. Площадь трапеции равна полусуме длин ее оснований, умноженной на высоту. Итак, основаниями являются параллельные стороны, это А и В. Высота равна 10. Итак, А и В основания трапеции, H – высота трапеции, площадь трапеции равна произведению полусумы длин ее оснований на высоту. Запишем данную. В0 и Х равно 0, ВХ равно 10 метров в секунду, Т0 равно 0, Т1 – 1 секунда, Т2 – 3 секунды, Т3 – 5 секунд. Нужно найти СХ. Решение. Путь равен площади трапеции. Формула площади трапеции А плюс В, деленной на 2, умножить на H. А мы найдем как разность времен Т2 и Т1, В найдем как разность времен Т3 и Т0, H – это ВХ. Подставим. Получается А – 2 секунды, В – 5 секунд, H – 10 метров в секунду. Вычисляем. СХ равно 2 плюс 5, деленное на 2, умножить на 10. Произведем вычисление, и получается 35 метров. Так, запишем ответ. СХ равно 35 метров. Задача третья. На рисунке представлен график зависимости проекции скорости от времени для прямолинейного движения тела. Ниже приведены 4 различных графика зависимости проекции ускорения от времени. Какой из этих графиков соответствует приведенной зависимости проекции скорости от времени? Давайте проанализируем график. Начальная скорость равна 2, и в течение 1 секунды она не менялась. Значит, это движение равномерное. А следовательно, ускорение на этом участке равно 0. Этому соответствуют второй и третий рисунки. На промежутке от 1 до 4 секунд скорость уменьшалась. Следовательно, проекция ускорения здесь отрицательная. А этому соответствует только третий рисунок. Ответ – третий рисунок. Итак, подведем итоги. Сегодня вы ознакомились с равнопеременным движением. Всего частными случаями – равноускоренным и равнозамедленными движениями. Познакомились с понятиями «мгновенная скорость ускорения», «перемещение» при равнопеременном движении. Узнали формулы для скорости ускорения и перемещения. А также научились находить эти величины графически. На этом наш урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok